Это 17-й квартал Орлиновского лесничества. Он расположен в горах прямо на дурочищем Ласпе. Проход в эту зону сейчас запрещен. Идёт вал колеса. Безопасность прохождения журналистов по горному лесу обеспечивают председатель Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя, депутат законодательного собрания города Юрий Игоревич Круглов и участковый лесничий Евгений Владимирович Пупиков, отвечающий за защиту леса в этой зоне. Говорит, вырубка деревьев здесь законно. Проходит по госплану санитарной очистки леса. Спилу подлежат около трёх тысяч деревьев. Для того, чтобы произвести вырубку деревьев, произвести рубки ухода за лесом, для этого лесхоз проводит сначала мероприятие таксирования леса. Нам институт лесопатологов рекомендует, на каких площадях необходимо в первую очередь провести рубки. По их рекомендации мы отводим рубки и проводим здесь мероприятие по очистке леса и ухода за ним. Это называется лесовосстановительной рубкой. Командированные инженеры-лесопатологи Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства рекомендуют валить больные и перестойные деревья, возраст которых превышает столетия. По словам специалистов, возрастные деревья занимают большую площадь и не дают возможности роста молодому поколению. Спилу подлежат здоровые вековые дубы. По-человечески жалко, но есть правило, чтобы дать молодому поколению расти и обновляться лесу. Если застая здесь все перестойные большие деревья, толстые, то не будет подростка, не будет обновления леса, он просто сам себя изживет. Вековая древесина идет на реализацию населению для отопления частных домов. После окончания рубки специалисты Севастопольского лесничества проводят освидетельствование территории. Проверяют, все ли сделано по регламенту. Если прогуливаясь по лесу, вы на пути встречаете пенек и видите вот такое красное клеймо, значит это дерево вырублено законно. Если клейма нет, то об этом необходимо срочно сообщить в правоохранительные органы. А вот деревья, занесенные в Красную книгу, лесовосстановительной рубке не подлежат. Валить краснокнижные сухостои позволительно только с разрешения Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Специалисты Севастопольского лесничества говорят, лес может возобновляться сам, без воздействия человека, но только в том случае, если вырубку производят не массово, а выборочно, как здесь. Скоро эти вековые деревья будут спилены, как и это дупло желаний. На нем тоже стоит красная метка. Маргарита Пронина, Денис Александрович, Севинформбюро. Пороск.